МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Алматы в студии Рашид Ильясов. И вот лишь некоторые темы этого выпуска. Город объят и дымом. В лесу Алматы загорелся мусорный полигон. Безопасно ли дышать таким воздухом? Взятку я никому не давал. Я и не знал, откуда взяли деньги. Последнее слово экс-главы Горздрава Алматы, обвиняемого в даче взятки. Легальное жилье. Эта программа направлена на помощь людям. Как узаконить дома в Алматы? Вся моя работа будет направлена на поддержку деятельности нового президента. Откровенное заявление Нурсултан Назарбаев сделал на полях Астанинского экономического форума. Больше 5000 участников из 70 стран обсуждают там вызовы и достижения современности. В нынешней ситуации особую значимость приобретает внутренняя и внешняя безопасность Казахстана, считает Назарбаев, и грядущие выборы президента – одна из составляющих стабильности. Спокойная, без политических потрясений. Я считаю, это правильный выход из положения. Хотя мой мандат еще продолжался, он не закончится. Я мог еще работать, даже мог выставить свою кандидатуру с 100% уверенностью, что меня изберут так же всенародно, как и здесь. Но нужны изменения, нужен новый подход, новое поколение. Я думаю, что новая команда, которая придет, новые поколения, внесут, естественно, свои новации, свои мысли. Для этого и изменения делаются. Вдохновляющий рост людей, города, экономики. Так звучит повестка форума. Аналитики прогнозируют, природные ресурсы вскоре затмит человеческий капитал, знания и умения людей. А уже через 10 лет более 5 миллиардов человек, то есть 60% мирового населения, будут жить в городах. За глобальными трендами необходимо следить и казахстанцам, уверен Назарбаев. Мы оказались в тяжелом положении. Задача будет дальнейшего руководства, дальнейшей команды продолжить вот эти все наши дела. Программа 2050 говорит о том, что мы к 2050 году должны войти в топ-30 лучших развитых государств мира. Для этого созданы все программы. У нас есть финансы для того, чтобы это осуществить. У нас есть возможности, у нас подготовлены кадры. Поэтому я думаю, что на это будет нацелена будущая работа будущих руководителей правительства. Скульптуру Шакена Айманова к его 105-летию установили в Алматы. Образ легендарного казахского режиссера запечатлел известный мастер Нурлан Далбай. Установили бронзовую фигуру на территории гостиницы Алматы. Ведь именно здесь проходили съемки любимого всеми фильма «Ангел в тюбетейке». В торжественном открытии скульптуры приняли участие Асанали Ашимов, Бибигуль, Тулигенова, Лжас Сулейменов. Аким Городова Оржан Байбек отметил, что творчество кумира миллионов бессмертно и поблагодарил меценатов за оказанную финансовую поддержку. В своей программной статье «Семь грани великой степи» Нурсултан Азарбаев подчеркнул необходимость создания памятников и скульптур нашим выдающимся историческим деятелям и их достижениям. В ближайшее время планируется установить памятники Тулигену и Хзжибек, Шамши Халдаякову и Балуану Шолаху. Сегодня мы открываем скульптуру Шакена Айманова в дань уважения к известному кинорежиссеру. Шакена Айманов является создателем казахстанского кинематографа. Благодаря своим талантливым работам режиссер стал любимцем народа. Всесоюзную славу принес ему фильм «Наш милый доктор». Исполнитель главной роли 95-летний Юрий Померанцев считает, что работа скульптора очень удачна и отражает характер великого кинорежиссера. Это так угадано Шакена Кинжетаевича, вот именно в такой позе, вот так мог сидеть этот обаятельнейший человек. Это такой человек, который редкой нога второй встречается. Жители Алматы переполошил запах гари. В социальных сетях молниеносно распространилась информация о превышении вредных веществ в воздухе в десятки раз. Рекомендации закрыть в домах окна и носить респираторы. Позже выяснилось, что источник неприятного запаха – возгорание на городской свалке твердобытовых отходов. Шулпан Елюсизова побывала на месте происшествия. Сообщение о пожаре на мусорном полигоне поступило в два часа ночи. К утру запах гари чувствовался уже и в верхней части города. Из-за оврага машины огнеборцев не могут подобраться к месту возгорания, поэтому горящий мусор засыпают глиной. Выяснилось, что возгорание на этом полигоне не редкость, поэтому здесь имеется свой пожарный расчет и спецтехника. Этот полигон выдан с Акимата с 2014 года в аренду на 49 лет. С этого момента полигон не показывает конверсию, то к ним относится. В самом начале горел примерно гектар территории, но сейчас, конечно, уменьшается площадь. Боремся с возгоранием. Справиться собственными силами сотрудникам полигона не удалось из-за сухой погоды и ветра, поэтому к обеду на мусорный полигон приехали представители департаментов по чрезвычайным ситуациям Алматы и области. 35 человек личного состава и 9 единиц техники. Версий, почему возник пожар, несколько. Причинами возникновения могут этих пожаров быть и как неосторожное обращение с огнем работников на полигоне, лица безопределенного места жительства и занятий там, часто скитаются по полигону, добывая различные вещества и материалы для пропитания, для жизни и так далее. Так и, как это было в Сипногорске, мог поступить мусор уже горячий или тлеющий. Впрочем, местные жители жалуются, что запах гари с мусорного полигона – обычное явление. Это наша ежедневная действительность. Как лето начинается, так обязательно дым идет оттуда. Ночью всегда горит он. Ночью. Там видно пламя. Невозможно на улицу выйти. Окна, двери всегда закрываем, чтобы дома запаха не было. По ночам часто там горит. Что касается воздуха в Алматы, специалисты отмечают небольшое превышение некоторых показателей. Но опасными они не являются. Зафиксированы повышения концентрации по диоксиду азота и по диоксиду серы. Это замечены в районах Алмалинского района и Алатаусского района. По остальным параметрам повышения не зафиксированы. На данный момент вертолеты департамента ПЧС произвели 26 сбросов воды по 3 кубометра каждый. Ожидается, что сегодня возгорание будет полностью локализовано. С последним словом сегодня выступил в суде экс-глава Горздрава Алматы. Серегбола Мусинова, напомню, обвиняет в даче взятки в 25 тысяч долларов. В своем заявлении он подчеркнул, что ему пришлось расстаться с рядом руководителями медорганизаций. Мусинов добавил, что выражал и будет выражать свою точку зрения в вопросах развития отрасли, которые он посвятил в 40 лет. Взятку я никому не давал. Я и не знал, откуда взяли деньги, когда и кому их передали мои подчиненные. Таким образом, я и не соисполнитель. Это доказывается фактами. С какой, кстати, я бы дал взятку за полгода своей работы на должности руководителя управления здравоохранения, кроме как наладить, улучшить систему здравоохранения города, ничего противоправного я не сделал. Ранее прокурор просил суд признать Мусинова виновным и назначить ему штраф в размере около 279 миллионов тенге. Это сумма взятки в 30-кратном размере. С пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления и на сбанке. Страна защиты настаивает на невиновности Мусинова. Члены Республиканского общественного штаба кандидатов президента Касым Жумарта Тукаева побывали сегодня в Северо-Казахстанской области, одной из главных житниц страны. Ежегодно здесь собирают рекордные урожаи зерна. Все достижения в аграрной сфере местные жители неразрывно связывают с именем Ельбасе. А потому преемственность курса в этом регионе играет решающий фактор. Грандиозным по своим масштабам стал форум сторонников Тукаева. 2,5 тысячи человек – все жители Северного Казахстана. Каждый из них сегодня говорил о важности проведения внеочередных выборов президента. В голосовании, по их словам, должен принять участие каждый, кто переживает за будущее страны. А 9 июня участники форума называют самым настоящим праздником. Жители Североказахстанской области поддерживали курс, заданный первым президентом страны Ельбасе Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Приглашайте своих знакомых, друзей, родственников, всех прийти на выборы 9 июня. Запретить букмекерские конторы призывает Садыбек Тугель. Ранее общественник, напомню, выступил за закрытие ночных клубов. Регулярно в Казахстане, по словам кандидата в президенты, игроманы теряют миллионы на ставках. Азарт портит сознание человека. С каждым годом в Казахстане растет число зависимых, которых буквально сводят с ума ставки на спортивные события. Люди продают недвижимость, оставляют в конторах целые зарплаты. Пора это остановить. Альтернативой азартным играм, по мнению кандидата, могут стать традиционные национальные игры. Потому его предвыборный штаб в Чучинске организовал студенческий турнир по Ассыкату. В ловкости и зоркости соревновались десятки юных акмольнцев. Мои друзья часто ставят ставки в букмекерских конторах. Лично я сам против этого. И предлагаю всем лучше выходить на улицу, заниматься таким спортом, как Асык. И развивать свое мышление и физическую накалку. При заводах и фабриках необходимо создавать производственные советы. Так считают представители столичных профсоюзов. Сегодня в рамках агитационной кампании члены штаба Амангельды Таспихова встретились с коллективами предприятий и разъяснили ключевые нормы трудового законодательства. Наличие производственных советов позволит первую очередь, действительно, при условии, конечно же, квалифицированной, качественной работы, а не подхода именно формального, позволит в первую очередь сократить производственный травматизм, улучшить условия труда. Здесь у нас помогаем по социальным вопросам, по приобретению жилья. Заключили застройщиками и банками. И потом иногда приезжают нам с других регионов, устраиваются на работу, сами устроились, и сразу проблема у них возникает в семье. Устроить детей в школу или детей до школьного возраста в детские сады. С сотрудниками крупнейшего в стране завода по производству химических реагентов встретились представители Дании Испаевой. Предприятие обеспечивает нефтегазовую промышленность. Здесь производят около 80 наименований продукции. Кандидат ориентирован на поддержку бизнеса, что очень важно в наше время. Наша компания является частной, и поддержка со стороны государства очень важна. То есть, это возможность каких-то, возможно, налоговых изменений, послаблений. У нас тоже были кое-какие предложения и замечания, которые мы адресовали в палатах предпринимателей Атамикен касательно коротких сроков тендерных процедур, касательно коротких сроков контрактования с клиентами. Потому что для нас, как для компании, производящей какую-либо продукцию, очень важно иметь большой запас сырьевых компонентов. А имея на руках лишь годичный контракт, очень сложно планировать свои запасы. Программа кандидата Дании Испаевой ориентирована на поддержку предпринимательства как основы экономики. В ней говорится о том, что нам необходимо развивать сельское хозяйство. Толиутай Рахимбеков посетил сегодня Казахский агротехнический университет. В учебном заведении ему показали работу современных инновационных лабораторий, производственных комплексов. Чуть позже Толиутай Рахимбеков ознакомил избирателей со своей предвыборной программой. Казахский агротехнический университет за последние годы сделал огромный рывок в развитии, считает Толиутай Рахимбеков. Есть возможность проводить анализы зерна на остатки солей тяжелых металлов. В принципе, каждые 3000 тонн, партия, которую мы обгружаем на экспорт, наши покупатели за рубежом требуют такие анализы. И до сегодняшнего дня эти анализы делаются в европейских лабораториях. В то время и каждый анализ на каждые 3000 тонн стоит порядка 1000-1200 долларов США. А теперь представьте, если мы экспортируем 6-9 миллионов тонн, это примерно 4-9 миллионов долларов наши университеты могут зарабатывать только на этих анализах. Первый секретарь Астанинского горкома, руководитель столичного предвыборного штаба Нурдаулет Орасханов посетил Астанинский электротехнический завод. Участники по сложившейся традиции встретились с работниками предприятия, обсудили с ними самые актуальные проблемы и рассказали о предвыборной программе Жамбыла Ахмедбекова. Рабочие всегда во главе внимания нашей партии. Мы всегда стоим на защите интересов простых рабочих. Мы хотим, чтобы всегда создавались условия для простого рабочего. В любом предприятии от общего дохода 30% должно выделяться в рабочий фонд. И тогда мы считаем, что улучшатся жизненные условия рабочих. На заводе трудится 160 человек. В прошлом году они выпустили продукцию на 3 миллиарда тенге. В этом объемы планируется повысить до 4 миллиардов. В столице прошел флешмоб в поддержку кандидатов президента от общественного объединения Ултахдара. Помимо этого представители предвыборного штаба вместе с активистами продолжают раздавать агитматериалы с программой Амиржана Косанова и рассказывать населению об ее положениях. На данный момент мы работаем не только на центральном уровне, а также на региональном уровне. Во все штабы мы уже отправили агитационные материалы. Они также проводят встречи и раздают данные листовки, клеят в определенных местах, где уже заранее указал территориальная избирательная комиссия. Поэтому активная работа ведется во всех регионах. До выборов президента Казахстана остается более трех недель, поэтому в предвыборном штабе обещают, что таких акций будет больше. Молодежь – это главная движущая сила народа. Его будущее – она молода, энергична, хочет помогать своей стране и всегда быть в центре всех значимых событий. Алматинцы могут бесплатно узаконить дома. 820 семей в Алатауском районе воспользовались такой возможностью по проекту «Жилье без барьеров». С оформлением документов помогает Акимат, юристы собирают необходимые бумаги и представляют интересы жителей в суде. За два года таким образом более 72 тысяч жилых квадратов стали легальными. «Эта программа направлена на помощь людям, потому что хозяева неузаконенных домов не могут прописаться, пользоваться медицинскими услугами или отдать детей в садик, школу по месту жительства. Но мы помогаем только тем, кто в спешке построил дом на своем земельном участке и не успел его узаконить. Речь не идёт о тех, кто самовольно захватил землю и возвёл на нём строение. И ещё одно обязательное условие – жильё должно быть построено не позже 1 января 2016 года». Все процедуры оформления бесплатны. Владельцы должны лишь оплатить госпошлину, которая высчитывается оценщиками от рыночной стоимости дома. За два года в бюджет поступило 40 миллионов тенге. Желающему узаконить недвижимость следует обратиться в Акимат своего района. В Алатауском, кстати, насчитывается около трёх тысяч частных домов. Медали чемпионата Азии по грэплингу привезли из Японии и казахстанцы. Подиум покорился троим. В копилке сборная «Два серебра» и «Бронза». Накануне спортсмены вернулись в Алматы, а уже сегодня приступили к тренировкам. «Отсюда я уходил, вот таким образом. И потом, я не встал. Зафиксировал». Ту схватку Ислан Кукурхоев закончил досрочно удушающим приёмом. Заставил соперника сдаться. «Заканчивай. Всё, стоп». Парень с успехом провёл три схватки. В последней при равном счёте судьи отдали победу сопернику. «Некоторые времена назад мы не могли такой результат показать, но сейчас мы спокойно конкурируем с соперниками из Японии, Австралии, которые считаются фаворитами. Сейчас мы, Казахстан, являемся фаворитами». Чемпионат проходил в Японии. Всего наши спортсмены завоевали там два серебра и одну бронзу. Второе место заняли Османжан Касимов, Руслан Исраилов, а третье – Ислан Кукурхоев. «Мы выходим, бьемся. И за свою страну поднимаем наш флаг. И все наши победы мы, конечно, посвящаем своей стране». Болевые захваты и удушающие приёмы – всё это особенности грэпплинга. В этом спорте главное не баллы, а техника ведения боя. Казахстанцы в этом сильно преуспели. «В прошлый чемпионат мира два казахстанца принимало участие в 7-7 и в 99+. Но в этот раз так получилось, что путёвки нет. Но в целом результат очень хороший. Я думаю, что мы были близки к победе. Ребята, борьба была близко к равному». Грэпплинг имеет огромную популярность в Казахстане. Бывшие самбисты, дзюдоисты переходят в этот вид спорта. Бойцы ММА просто обязаны изучать приёмы грэпплинга. Всего в стране насчитывается свыше 7 тысяч спортсменов-грэпплеров. Рашид Ильясов, Осет Кундакпаев, телеканал «Алматы». В Париж, несмотря на продолжающиеся всплески протестов, съезжаются тысячи туристов. Повод – юбилей. Эйфелевой башни – 130 лет. В честь дня рождения на достопримечательность пригласили 1300 детей. Они поднялись на второй этаж «Железной леди», где сфотографировались и в телескоп осмотрели весь Париж. Юные посетители праздника не только наслаждались прекрасным видом, но и узнали интересные факты из истории достопримечательностей. Актёры и гиды, одетые в костюмы 19 века, рассказывают, что отношение к нынешнему символу Парижеву не всегда было однозначным. Так многим французам башня не нравилась, и даже после её строительства велись дискуссии о том, что её необходимо снести, так как она портит вид. Споры прекратились, когда на Эйфелевой башне разместили радиостанцию. Нам предложили поехать. Сначала не хотел, потому что здесь уже был, но всё равно решил вернуться. Мы хотим, чтобы дети поняли, что в разные периоды времени были совершенно разные точки зрения. Некоторые поддерживали проект строительства Эйфелевой башни. На этом у меня всё. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!